Хочу сказать, что дети, на самом деле, ничем не отличаются. Просто нужно особое внимание, особенно подход, чуть-чуть больше терпения, и я думаю, что у нас все получится. Ну, взять на вооружение кое-какие упражнения, которые мы и так проводим в своей работе. Например, упражнения на нейрокоррекцию, то есть, когда одновременно работают два полушария головного мозга, то есть, те действия, которые мы выполняем двумя руками одновременно, то есть, что в спорте, что на уроке, это прям отлично. Мне кажется, баскетболом можно заниматься с любого возраста, вот, а что касаемо вот таких занятий, ну, думаю, сначала позаниматься на моторику, то есть, на ловлю мяча, чтобы люди почувствовали мяч, площадку, вот, вот эти упражнения. А самое главное, это наше внимание. Первый мастер-класс у нас проходил в Рязани, на открытых площадках под мостом, ну, там были ребята глухонимы, вот, и с нами была женщина, которая переводила, и также дети остались довольны, очень так эмоционально, мы потренировались, поиграли. Лично у меня впечатление замечательное, мастер-класс супер, прошел на ура, побольше бы таких мероприятий для наших ребят, потому что, действительно, не всегда есть возможность записать их в какую-то секцию, а здесь ребята могут открыть свои спортивные таланты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова